Английское слово «ум» по сути ничего не значит, потому что оно является слишком обобщающим, оно не описывает разные уровни того, чем ум является. Ум не просто что-то там в голове. В природе не существует ума. В йогической культуре ума не существует. Есть физическое тело, есть ментальное тело. Потому что то, что вы сейчас имеете в виду под умом, на самом деле является сочетанием памяти и интеллекта. В вашем теле есть память, гораздо больше памяти, чем вы можете представить. Я буду использовать вас как пример. Ничего? Вы определенно не можете помнить, как выглядела ваша пра-пра-пра-пра-пра-бабушка, но сейчас на вашем лице находится ее нос. Да? Ваше сознание не помнит этого, но ваше тело помнит все на сто процентов. Ваше тело до сих пор помнит, какой была ваша пра-бабушка десять поколений назад. Ваше тело помнит, как выглядели ваши предки миллион лет назад. Не так ли? Она не забыла и не забудет в будущем. Ваш ум не способен на такого рода память. У вашего тела память в триллионы раз больше, чем у вашего так называемого мозга. Полное переключение внимания на мозг и умственный процесс — это европейская болезнь. Они придают слишком большое значение мыслям. Это произошло потому, что они жили в угнетенном обществе, подчиненном религии, в котором не было возможности думать о чем-либо другом, кроме того, что было написано в книге, иначе тебе конец. Они жили так долгое время. Из-за этого, как только у них появилась небольшая свобода мысли и управление жизнью, они начали слишком сильно превозносить мысли. Давайте попробуем понять, как появляется мысль. Вы можете рассуждать только на основании того, что уже знаете. Это значит, что вы никогда не сможете думать о чем-то абсолютно новом. Вы можете перерабатывать, преобразовывать и создавать новые сочетания, но вы не можете придумать что-то совершенно новое. Это противоречит самой природе мыслей — придумывать что-то новое. Мысль может только перерабатывать прошлое. Это значит, что если вы посвящаете себя мыслительному процессу, если восхваляете мыслительный процесс, то вы гарантируете себе, что в вашей жизни не произойдет ничего нового. Поэтому нет необходимости так превозносить мысли. Вот почему в этой культуре мыслим никогда не придавалось особого значения. Все, что вы думаете, это ваша психологическая драма. Нас это особо не заботит. Потому что это ваша драма. Она имеет значение для вас. Драма кого-то другого важна для него. И каждый думает, что его драма — самая важная во Вселенной. Таково восприятие каждого. Потому что они настолько сильно отождествляют себя со своей психологической драмой. Эта психологическая драма не должна определять природу вашей жизни. Потому что это всего лишь малая часть по сравнению со всем жизненным процессом. Жизнь — это гораздо более глубокая разумность, чем интеллект. В йогической системе ум делится на 16 частей. Эти 16 частей делятся еще на 84 тысячи. Но если я сейчас начну рассказывать про все 84 тысячи, уже есть часть аудитории, которая говорит «нет». Поэтому я остановлюсь на четырех аспектах. Я уберу 80. Буду снисходителен к вам. Только четыре. Четыре основных аспекта. Один из аспектов — это интеллект, который у нас есть. В современном мире в настоящее время мы придаем излишнее внимание интеллекту. И мы заплатим за это огромную цену. Настанет такой момент, когда вы будете знать все, но не будете знать ничего, что имеет значение для жизни. Правда? Сегодня можно видеть подобное среди детей. Это первое поколение, когда 10, 11 или 12-летние дети скучают. Когда вам было 10-11 лет, вы даже не знали, что такое скука. Это было невозможно. Быть живым и познавать все вокруг — это было слишком волнующе. Сегодня можно видеть детей 10-12 лет. Все они выглядят скучающими, потому что они уже видели всю Вселенную через экран своих телефонов. Они уже знают все. Особенно в западных странах. Вы можете увидеть детей 8 или 10 лет. Им отчаянно скучно. В школьных автобусах можно увидеть, что дети сидят вот так. Им скучно. Потому что к тому времени, как им исполняется 12 лет, они уже были в любовных отношениях, пережили разрыв, восстановились от этого, попробовали алкоголь, видели все. Возможно, прошли даже через физические контакты и знают все про Вселенную. И что дальше? Для многих из них к 15 годам уже нет никакого смысла в существовании. Вы не должны удивляться, если такая культура будет продолжаться. Я не говорю это как предсказание, но это тенденция, которую я наблюдаю. Не будет удивительным, если через 50-100 лет от 25 до 50% людей будут кончать жизнь самоубийством. Потому что жизни требуется насыщенность. Если вы получите слишком много информации без личного опыта, эта насыщенность пропадет. И в вас укрепится ложное чувство всезнания. Опасность интеллекта в том, что он хочет все разделять. Интеллект подобен скальпелю. Чем он острее, тем лучше. Он хочет вскрывать и познавать. Вскрытие работает только в некоторых случаях, но не во всех аспектах жизни. Если вы хотите познать ту бедную лягушку, помните? Несчастную лягушку, которую вы распяли и вскрыли. И те невероятные знания, которые получили с помощью этой пытки. Невероятно. Как много вы узнали? Объем пыток, которым вы подвергли эту лягушку, и то, сколько вы получили информации, это просто невероятно. Вы узнали все это. И тут ваше внимание вдруг обращается на вашу маму, на которую вы никогда не обращали внимание. Вам захотелось узнать ее поближе. Пожалуйста, возьмите нож по острее. Начните вскрытие. Вы можете узнать что-то о ее печени, почках, сердце. Но у вас больше не будет матери. Вот и все. Потому что нельзя познать жизнь, разрушая, разделяя ее на части. Так можно узнать только физические особенности. Нельзя познать жизнь, разобрав ее на части. Но такова природа интеллекта. Вся современная наука произошла из человеческого интеллекта. И поскольку это дает технологические преимущества, невозможно что-то возразить против этого. Потому что люди думают, что они ученые. Они ничего не понимают в науке. Им просто нравится их айфон. Они воображают себя учеными, потому что могут делать вот так. Технологии — это прекрасно. Они дают нам столько удобства и комфорта. Но технологии не смогут принести нам жизнь. Интеллект будет полезен только в зависимости от того, с чем он отрисовлен, и от того, что в нем заключено, насколько прочно это удерживается. Следующий — аспект ума. Первый интеллект мы называем Будди. Второй называется Аханкара. Аханкара — это не эго. Это отождествление. Ваш интеллект функционирует только в рамках того, с чем вы себя отождествляете. Например, если вы идентифицируете себя с нацией, если вы говорите «я индиец», то для вас все индийское выглядит прекрасным. Если вы отправитесь в другую страну и будете идентифицировать себя с ней, то все в той стране будет для вас выглядеть прекрасным. Итак, ваш интеллект работает только вокруг того, с чем вы себя ассоциируете. Так что Аханкара — это отождествление. То, насколько осознанно и стабильно создавалась ваша ханкара, будет определять эффективность вашего интеллекта. Одна только острота интеллекта не означает, что он будет эффективен, так как острый ум или острый нож могут нанести вам ущерб. Если у вас есть острый нож, но у вас трясутся руки, то вы порежете себя. Вот и все, что происходит. Таковы все человеческие страдания. Мы просто не знаем, как правильно держать интеллект в своей руке. Каждый день вы режете сами себя. Все страдания вы создаете сами, потому что ваш собственный ум постоянно вызывает это. Что бы ни происходило, люди страдают в любом случае, потому что они не знают, как обращаться со своим интеллектом. Если бы у вас был ум земляного червя, вы были бы довольно умиротворенными. Да? Вы пытаетесь притупить свой ум самыми разными способами — алкоголь, наркотики, переедание. Вы делаете самые разные вещи, только чтобы хоть как-то притупить остроту, потому что она причиняет боль. Он ранит не потому, что такова его природа, а потому что вы не знаете, как его держать. Следующий аспект ума называется манас. Это огромный объем памяти. Она не там или тут, все тело хранит память. Это называют манума и коша — огромное хранилище памяти. Вся эта память распределена по разным отсекам. Мы не будем сейчас сдаваться в детали, учитывая пожелания аудитории. Им не нужен ум. Простите, они не хотят ничего знать про ум. Итак, четвертое измерение ума называется читта. Читта означает «чистый разум». Он не испорчен памятью. В нем нет никаких следов памяти. Это чистый разум. Если вы соприкоснетесь с ним, то получите доступ к тому, что мы называем источником мироздания. Потому что у вас могли вложить разные понятия, что Бог — это любовь, Бог — это застрадание, Бог — это доброта, все что угодно. Кто-нибудь выйдите сюда, встаньте на край этой сцены, произнесите все молитвы, какие захотите, а потом упадите вниз. Я хочу посмотреть, что получится в результате. Сострадание или перелом? Я хочу проверить. Хорошо? Все подобное было придумано по той причине, что если кому-то чего-то не хватает, создают идею Бога, основываясь на этом качестве. Ваше представление о Боге, появились только потому, что вы не знаете, как произошло все это мироздание. Поскольку ответ вам неизвестен, вы его выдумали. И поскольку вы человек, вы говорите, большой человек сидит вон там наверху. Если кто-нибудь спрашивал, как он может со всем справляться, такому человеку отвечали, что у Бога было 10 рук, поэтому он делает больше, чем обычный человек. Это подходит для детей. Но по сути, из-за того, что вы не знаете, как произошел мир, вы выдумываете объяснение. Поэтому не верьте тому, что говорю я или кто-то еще. Просто внимательно понаблюдайте за какой-нибудь частью творения. Просто возьмите цветок, уделите ему внимание, понаблюдайте внимательно за листком, или атомом, или за муравьем. И вы лишь увидите, что за всем этим стоит феноменальный разум, гораздо больше, чем вы когда-либо сможете представить. Да? Но никто вам не скажет, Бог — это разум. Но в этой культуре вам это говорится самыми разными способами. Чидакаша, Чидамбара и так далее. Вам говорится, что если вы сможете соприкоснуться со своей читой, все мироздание станет вашим. Все, что достойно знания, есть прямо здесь, потому что у вас есть доступ к источнику мироздания. Итак, это четыре измерения вашего ума. К сожалению, в современной системе образования считается, что достаточно просто давать информацию и поддерживать интеллект довольно острым. Нет. Вы разорвете эту планету в клочи в поисках благополучия. Вы можете уничтожить эту планету или может найдете способ полететь на другую планету и там начать все сначала. Но благополучие так не придет. Для того, чтобы пришло благополучие, вам нужно копать немного глубже вот в это, иначе ничего не выйдет.